Уроки географии должны вернуться во все классы средней и старшей школы. Об этом заявил сегодня Владимир Путин. Глава государства принял участие в заседании Русского географического общества в Петербурге. Как отметил президент, эта дисциплина наряду с историей, русским языком и литературой важна для формирования патриотизма и национального самосознания. Алексей Крепанов продолжит тему. Страна, в которой живем, но знаем так мало. Этот тезис сегодня подтверждают многие проекты Русского географического общества. По-прежнему загадка для ученых глубоководные моря Арктики, например. О новых открытиях президенту сегодня рассказали биологи МГУ. Они погружались туда, где еще никто никогда не был. Мало кто знает, что в наших морях, например, в том же Белом море, водится самая крупная в мире медуза. Это медуза Циане, чьи щупальцы достигают 36 метров, высоты 12-этажного дома. И это только одно из животных, которое нам удалось найти и заснять. Красивые такие съемки. Медуза, да? Да. Я понимаю, что одна медуза ест другую, да? Да. Эти медузы питаются другими медузами. 70% их диеты, другие жилетелые. А вот вторая, последняя картинка, где вот этот моллюск ангел, да? Морской ангел, да. И он поедает чертика, да? Да, морский ангел едят морских чертей. Добро побеждает зло. То, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Я с радостью. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам, посмотреть, что в природе происходит, очень полезно. Но если ученые погружаются в науку, то вот школьники знают географию плохо. Показывают Большой каньон, но с трудом находят на карте России Баргузинский заповедник. Всероссийский географический диктант, в прошлом году в нем приняли участие 180 тысяч человек, подтвердил науку о земле, лучше знают те, кто заканчивал школу в 60-е и 70-е годы. Затем часы преподавания предмета стали сокращать, что и привело к таким результатам. Безупречные географические знания и у студентов, молодых специалистов. Одна из причин заключается в том, что география теперь не требуется при поступлении на такие специальности, как международные отношения, землеустройства и кадастры, регионы ведения. И даже туризм. Согласитесь, сложно представить грамотного международника или менеджера туристической отрасли, глубоко не знающего географию. Президент подчеркнул, вузам необходимо сделать выводы и создавать специальные образовательные центры по географии для талантливых школьников. В РГО такая практика, например, используется давно. В России работают уже 76 детских образовательных центров и региональных отделений. Причем создаются они и за рубежом, например, в Сербии. Помимо Сербии, такие площадки планируем подготовить и в странах СНГ. И на базе зарубежных центров госсотрудничества. Таким образом, начиная с этого года, у нас будет возможность сравнить, кто лучше знает географию в России. Наши граждане, иностранцы или соотечественники, проживающие за рубежом. На заседании попечительского совета РГО сегодня презентовали новый конкурс для гидов и экскурсоводов, участие в котором может принять как любитель, так и профессионал. Нужно просто снять видеоролик. Вот это Мариинский дворец. Здесь заседает городской парламент. А там вдали знаменитый Исаакиевский собор. Так неинтересно, про родной край лучше не рассказывать. Ролик должен быть ярким, нестандартным. На что снимать вы выбираете сами. Будь то видеокамера, планшетный компьютер или мобильный телефон. Главное уложиться в две минуты. Работы участников принимают до конца июня на официальном сайте конкурса. В жюри профессионалы и потенциальные туристы, для которых такие проекты это еще одна возможность открыть незнакомую Россию. География это повод для того, чтобы нам поговорить о России, о стране, о ее богатствах, о ее перспективах, о развитии, о имеющемся нашем колоссальном потенциале. И историческом, и природном. Я хочу выразить надежно на то, что мы с вами будем продолжать эту совместную работу. И пожелаю всем нам успехов на этом благородном поприще. Спасибо большое.